полоза редкие нашел полозы вот они два ушло в норы один тут сидит я вот только заметил в глаз он торчит желтый с коричневым интересные какие-то редкие я специально шел за змеями но таких еще никогда не видел а вот он полозняк офигеть такая мощь сила он по весу то небольшой рампинсот навесит но длину такой класс очень красивый впервые такого у нас вижу вообще в нашем крае это столько лет змея ловлю никогда не видел сейчас весна апрель 2016 год у меня сейчас укусить конечно может сейчас сейчас он уже вываливает им неудобно он уже начинать силы применять и хочет выскользнуть с рук чтобы цапнуть и убежать короче уползти кидается конечно грызет но на гадюку он конечно не похож гадюку и сразу пять секунд различаю это без проблем гадюка конечно она совершенно другая хотя здесь они тоже водятся бок о бок с этими ужами полозами то есть это полос да то ли узорчатый то ли забыл как называется еще есть похоже какой-то красиво чего не нагрелся еще прохладнее немножко тепленький такой ели шипит о вот так вот только у нифига себе злюка пить что делаешь со мной красотища то какая боже дергается сила у него конечно чувствуется прям мышцы у змей конечно идеальный можно сказать построены как у всех рептилий просто фантастика при таких размерах такую силу проявлять могут это мышцы у них до развиты идеально можно сказать вроде метр длиной змейка что там против большого взрослого человека что-то может сделать а тут прям чувствуешь силу просто я в шоке от радость фантастика столько лет мечтал пойма полоса у нас именно старопольском крае что очень конечно было необыкновенно фантастический образ столько мечтал думал как он круто делает аж сам хотел полоса проватиться камеру тебя я да нет объектив случайно не поцарапать своими зубками а то это потом все навсегда останется никуда не денется так живота него желтенький бледно-желтый бока более желтый таки крабчатый рисунок как у леопардового полоза вот эти овальные пятна то ну хватит мне что ты дергаешься да не буду я тебе чуть ничего делать очень красивый такой глаза у него темные зрачки круглый конечно как у всех полозов и уже и я тебе кусать не дам потому что сейчас весна не хочу мне аллергическая кожа такая что потом будет может что-то с кожей кусает он хорошо я думаю при таких размерах и злости ну пасть твою прям аж мышцы сплошные кусок мышц они змея вот так вот у него рисунок как вот темные пятна овальные такие идут коричневые и желтенькие желтая между ними прослойка такая ее что самый неплохая полостый полостый полост хороший половозрелый похож на медянку чуть слегка тоже но это не медянка конечно совершенно этот ещё больше красивее злее чем медянка так что такие дела надо будет его сфотографировать ну раскрыл пасть тебе там грязь попала земля так пока стоп сделаю поймал все-таки второго другого еще больше чуть-чуть толще но свет у него бледнее брюхо чуть-чуть светлее тот сумка здесь лежит у меня в сумке это только что поймал там еще в норе он там еще один-два сидят больших я показывал но я смотрю опять прячется но так четыре-четыре короче метров здесь полоза этот более спокойнее чуть-чуть чем тут тут вообще ужасный слой тоже шипят тоже я прохватил за шею поймал как обычно опа там еще один вылез вон пятый полос большой такой же все половозрелые метра пять от меня я вижу вы наверное не увидите а вот сейчас на виду блин там он он сидит еще один сейчас уже к обеду дело короче трех поймал 3 весят они где-то полтора килограмма 3 месте где-то по 500 грамм каждый все по метру длиной конечно один я же два ярких злых один бледнее спокойнее походу самки наоборот и один самец а в норе там еще один большой или два сидят такие же вот они самые степились тут внизу узлами своими морскими кусаются конечно особенно вот эти яркие которые чуть-чуть стране наверно самцы или самки не знаю разбираться будем а это полетнее толще которая она спокойнее ливон так что такие дела вот они все то дроем